НБУ внутри страны. Что должно делать для того, чтобы подготовиться к потенциальным последствиям, о которых ты говоришь, которые могут наступить осенью? Давайте НБУ будем рассматривать вместе с нашим министерством финансов. Потому что, например, то, что они разработали и передали на самую прекрасную и большую программу МВФ по получению Украины большого кредита, под маленький процент, это все прекрасно, конечно, звучит, но то, что они там написали, что мы будем взамен давать, какие повышать налоги, какие ставки, усиливать репрессивные действия по бизнесу, ну, извините меня, покажите мне хоть одну такую страну в мире, которая вот после войны ввела такие идиотские вообще, в принципе, даже мысли, да? Такого нигде нет. Даже африканские страны и там, где люди, которые только учатся читать и писать, понимают, что после войны абсолютно нужно убирать все налоги на 5-10 лет. Нужно сделать здесь инвестиционно привлекательное место, куда инвестор придет, где будет гарантия, где будет право собственности, где не будет правоохранителей в экономике вообще, где не будет никакой налоговой. Налоговую можно начать GPT поменять, да, или диджитализировать, а нам не нужны налоговики. Потому что война показала, что самое лучшее, когда мы собирали налоги, и лучше всего налоговая работала, это тогда, когда на 3 месяца они уехали со страны, сбежали или на Западную Украину, или в Европу. Это было самое лучшее время, когда налоговики и финансовая структура, которая называется у нас в Украине сегодня БЭП, куда сборище понабирали непонятных отморозков со всех служб, которые бегали всю жизнь и трусили бизнес. И уже все говорят, включая уже в офисе президента, что это бесполезная структура, которая проверяет бизнес. Зачем ее содержать? Зачем показывать и зачем в меморандуме СМВФ говорить о том, что мы будем усиливать налоговое бремя для бизнеса? Кто сюда придет после войны? Поэтому нужно немедленно увольнять вот этих вот приспособленцев, как я их называю, с Минфина, с НБУ, гнать их метло и не допускать больше никогда к государственным делам. Для того, чтобы преодолеть кризис, который в принципе он уже нагнетается, чтобы нам его преодолеть, нам нужны люди, которые могут внедрить здесь в Украине либеральную налоговую реформу. Где у нас не будет большинство налогов, проверок, разрешений, где Национальный банк не будет заниматься инфляцией, а будет заниматься тем, чем занимаются центральные банки во всем мире. Он будет контролировать ликвидность на рынке, сколько денег, по какой процент, какие продукты могут в Украине развиваться и какие банки или финансовые учреждения могут выдавать кредиты, как это будет влиять на экономику. И то, что сегодня Марченко или Пышный, или кто-либо другой начинает в комментариях кому-то там рассказывать, возьмите закон, почитайте статью такую-то, возьмите протокол, возьмите наказ, возьмите еще какую-то фигню и почитайте. Знаете что, это все эти документы были разработаны только с одной целью, чтобы прикрыть свою коррупцию. Эти все люди приходят во власть только ради наживы, поэтому они не готовы будут к кризису. И когда вот в 2008 году тоже не была банковская система готова к кризису, только этот кризис, как покажет, он будет намного сильнее, потому что всей этой денежной массой, что в Украине, что во всем мире, нужно будет что-то делать. А там сидят люди, которые ездят на золотых Роллс-Ройсах, да, и которых интересует, сколько вилл он может купить в Испании. Поэтому первое, что нужно делать, давайте для Национального банка и Минфина сразу сделаем программу вместе, и для налогового комитета, там где наши все любимые и уважаемые сидят функционеры. Первое, что мы делаем, вот простая очень программа, я ее прямо зачитаю, я ее сам написал. Свобода перемещения капиталу, номер один. Номер два, либеральная податковая реформа. Номер три, податок на выведенный капитал. Номер четыре, отсутствие переверов и штрафов. Номер пять, мультивалютные рахунки с возможностью вильную конвертацию. Потому что у нас нема мультивалютных, по суті, рахунков, они не працюючие в Украине. Шосте, при будівнице або в инвестировании в новые проекты, это безкоштовный доступ до всех коммуникаций. Это має надавать держава. Семе, это выведение всех силовиков из бизнес-процессов в стране. Восьмое, это декриминализация податкового кодекса. Если мы хотим, чтобы у нас инвестировали деньги в Украину, мы должны простить эти все речи юридично. Дев'ятое, максимально зменшення дозволів і ліцензії. І десяце, це захист на право власності. То есть, що це мається ввідомо? Що ніколи не какой-то там силовик, который зайдет в реестр прав на недвижимость, или на вашу машину, или на гараж, за ночь не перепишет ваше имущество на какого-то своего родственника, і потім буде доказывати в судах, що це всегда було його. Ось ці перві десять шагів потрібно зробити абсолютно всім всіх. І сьогодні національний банк, він не може робити як автономна структура. Міністерство фінансів теж. І Міністерство економіки не може робити віддельно. І Фінансовий комітет налоговий теж не може робити віддельно. Якщо вони будуть все робити віддельно, то нас кризис этот накроє. І в Україні будуть огромніші просто проблеми, ми к нему никак не підготовимося. І то, що я говорив на прошлих ефірах, ребят, ну правда, покупайте поля, сейте кукурузу. У нас единственний шанс – це буде выйти через сельхозпродукцію. І, слушайте, і нужно буде кроме сельхозпродукції ще займатися IT-сектором. Все. Шансів, по сути, нет. С такими функціонерами, які зараз на містах, шансів у нас нет. Нужно це срочно менять і готовитися.